В отличие от обстановки начала прошлого века, по мере развития событий, Мегуринский коридор, Можесюнихский коридор приобретает новое геополитическое значение, которое рассматривается как часть Большого Евразийского коридора или часть одного из шелковых путей. Плохая новость для Путина и Эрдогана заключается в следующем. После победы Байдена Мегуринский коридор будет задействован вертикально, а не горизонтально. А именно по маршруту Иран, Армения, Грузия, к которому присоединятся и другие страны. Нынешняя администрация США никогда не позволит, чтобы ключ от ворот Мегри находился у России, так как это будет означать отдать Москве монополию на связующее звено региона, тем самым вытеснив Соединенные Штаты. Постепенно эрдогонизм и путинизм будут угасать и отступать, как бы эти два диктатора не хотели и не придумывали планы, далекие от действительности. После всего этого судите сами, нужен ли Штатам в данном регионе новый союзник в лице Армении. Следовательно, необходимы четкие сигналы из Армении, что она готова и обладает потенциалом взять на себя свою миссию в регионе. Грузия – очень хороший пример того, как страна, проигравшая в войне, смогла встать на ноги и укрепить свой филеренитет, благодаря грамотной внешней политике, казалось бы, в безвыходном состоянии. Субтитры создавал DimaTorzok